Привет! Новодень новая серия. Сегодня я нахожусь где-то в дебрях амазонских джунглей, посредине Перу, где-то недалеко от границы с Бразилией и Колумбией. Вот такая вот жизнь на Амазонке, подобие современных домов. Но люди по-прежнему, по-прежнему, живут своим бытом. В данном городе был раньше, то есть у нас теперь есть отдельный, по телевизору и разные одежды, и лодки с мотором. Все остальное то же самое. Вот еще разная деревня на Амазонке. Во время сухого сезона здесь нету реки, есть маленькие ручей, которые люди приходят пешком. Во время влажного сезона, в воде и все, влажно, влажно, уровень воды 16 метров. Представляете, просто 16 метров. А с другой стороны уже джунгли. Мы пришли в наш кемпинг. Ну, то есть там кемпинг, это скорее домики. Домик, такая вот маленькая деревня, мы будем спать на одном из этих домиков. Все же темнеет, сейчас мы покушаем и пойдем на Кайманов. Вот, и может быть сегодня еще порыбачим, но посмотрим, как пойдет. Вот здесь эта рыба называется пироруку. Самая большая пресноводная рыба в Амазонке. Она вырастает до 3 метров, вес до 300 килограмм. На канале Discovery ее ловил чувак. Уфеля немножко сегодня порыбачим, ну, по крайней мере, плывем. Пойдем сейчас на лодке. Здесь озеро. Там на реке течение сильно, а здесь небольшое озеро, и самое естественное. Видите, вот так вот дома стоят. И вот эта вода поднимается. Вода поднимается до самого, там, 5 сантиметров от уровня пола есть. Вот, и это озеро, которое образуется во время перелива, это все река. А когда река уходит вниз, то это становится просто озеро. Сейчас мы здесь порыбачим, а ночью здесь будем смотреть Кайманов. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот выглядит. Кайман, это белый Кайман? Белый Кайман. Вот этот вырастает до 6 метров. Вы можете видеть по местам здесь. Это может вырастить от 4 до 6 метров, как большой размер. Окей. Это ребенок, это около 2 месяцев. Ага, 2 месяцев. Окей. И это может жить близко к 100 лет. Вот так вот выглядит охота на Кайманов. Маленького Каймана, 2-месячного поймали. Оскар будет. Ага, это. Вот. Сейчас все с ним сфоткаются и отпустим. Привет, новый день новая серия. Значит, сегодня мы ночевали вот в этом доме. Мы. Я. Я. В общем, такой дом на сваях. Вот здесь мачетеры рубят газон, чтобы играть в футбол, наверное. Вот так вот он выглядит. Вот это все лодки, все тур, кто организовывает, приплывают сюда. Здесь типа перевалочная база. Что могу сказать? Построен дом. Ну, так себе. Вот здесь еще виден уровень воды. Докуда поднимается река. Вот так вот выглядит домик изнутри. С 6 до 8 включают электричество. Все смотрят телек. Вот так вот выглядит мой номер. Так, мой номер. Москитная сетка у каждого в кровати есть. Очень важное условие, чтобы москитная сетка заправлялась под матрас. Это прямо очень важно. Дополнительно номер обид москитной сеткой еще по периметру. Но обид, как вы сами видите, не очень хорошо. Здесь вот москитная сетка есть, а вот здесь вот ее нет. Ну, то есть, как бы, таких вещей здесь очень много. Сейчас вам покажу еще, как это выглядит, дальше вот такой длинный коридор. Ну, это, по сути, два дома, соединенные рядом. Вот такой длинный коридор. Идешь, здесь все разные номера. Здесь столовая. Мужицы кушают. Завтрак, обетун. Там готовят. Здесь еще не убрали после завтрака еду. Дальше выходишь на улицу. Вот здесь находится река. А с этой стороны находится озеро. Вот здесь по крышам хватит пугай. Вот здесь, значит, у нас туалет. И душевая. Вот здесь вот так вот выглядит душевая. Понятное дело, что никакой горячей воды в воде не может идти речи. Такие вот туалеты. Вот, в принципе, вот так вот все живут здесь. Дальше пойду покажу вам еще комнату отдыха. Проходим дальше. Идем к озеру. На этом озере мы вчера рыбачили чуть-чуть вечером и ловили кайманов. Но вчера погода была не очень и кайманов не было много. Поймали только одного маленького кайманчика. А то, я думал, в видео все увидите. Вот здесь такая вот комната отдыха с гамаками. И вот здесь вот озеро. В котором все и происходило. Вот так вот и живем. Прошло всего несколько дней с нашего последнего визита сюда. Не больше 10 дней. Как вы видите, уже вода поднялась на метр, на полтора, наверное. Вон там вот волейбольная сетка, в которую мы играли местные. Вот здесь под домом уже все вода. А вот здесь вот был такой длинный пирс, по которому мы ходили. Вот эти деревья еще не были скрыты. Если вы помните. Вот я сюда вернулся с группой. Вот здесь вот есть длинный пирс. Поехали là. Поехали. Остались назад. Хватит назад.